Добрый день! Сегодня у нас две пирамидки от Илан Лан. Непосредственно процесс распаковки мы пропустим, поскольку это безвеликие коробочки Илан Лановские, которые одинаковые для всех головоломок. Возможно, разница только в размере, хотя и в этом не уверен. То есть никаких познавательных знаков, ничего тут нет. Завернуты были в пакетик и всё. Соответственно, ни инструкций, ничего здесь нет. Изначально я думал, что это сильно разные по своему функционалу головоломки, но был слегка разочарован. Также я планировал сделать отдельное видео для каждой пирамидки, как я делал с этими бюджетными хитрыми головоломками от Кубин Хласс Рум. Но, как вы видите, они вместе. А всё почему? Если мы опять же вспомним про эти, это хоть и два скьюба, но у них достаточно разный функционал. Здесь же всё оказалось достаточно схоже, и поэтому разделять их на два видео смысла не вижу. Название для вот этой пирамидки я встречал Кловер Пираминкс или Курви Кловер Пираминкс. Кловер. Многим, конечно, сейчас вспомнится Кловер Куб от Мафанги, но здесь больше, скажем так, Кловер Кубы от компании Верри Пазл. Сейчас где-нибудь тут фотографии появятся. Там есть и Куб, там и другие более сложные геометрические формы, но пирамидки вроде бы там не было. В чём суть? Начнём вот с этой. Это вполне такая интересная головоломка. Видим логотипчик Лан-Лан, классические такие цвета, Лан-Лановские. Вращаются вот так вот ребра. И на каждом ребре пирамидки можно повращать две вот таких вот позиции. Раз и два. Он немножко заедает, скажем так. Ну, такой вот принцип вращения. Головоломка меняет форму. То есть, если мы повернём одно ребро, потом повернём, постараемся повернуть. Очень постараемся повернуть. И то. Вот. Повернём второе, то здесь можно дополнить вот этот элемент обратно, а это пойдёт путешествовать. Ну, или можем делать вот так. Сразу здесь видны всякие такие возможности для обмена в чего-то. Какие-то своеобразные пиф-пафы. Причём, что интересно здесь ещё. Сами по себе головоломки интересные. Сразу это отмечу. Можно повернуть вот так и дальше. Ну, если удастся выровнять, провернуть. А можно повернуть вот так. И вращать таким образом. То есть, разные принципы вращения. Да, и что-то уже обменивать. Вот этот красный лепесток у нас пришёл вот отсюда. А здесь он стоит так, как будто здесь и был. Ну, пирамидки эти у меня уже давно, но толком разобраться в них всё не хватило времени. Одновременно приехало много головоломок, и до всего руки не дошли, соответственно. Головоломка сложная. То есть, я, конечно, сейчас её перемешать полностью не рискнул. Но вот пока полного понимания её работы у меня нет. Возможно, она и не так сложна, как кажется. Но это далеко не вот эти вот маюшные скьюбы, которые интуитивно легко решаются, даже не задумываясь. Хотя, может, чуть-чуть задумываться-то пришлось бы. Как я сказал, я пока не решил, и, наверное, в ближайшее время плотно заниматься ими не буду, поскольку планы сейчас немного другие. Я их увидел обе, и как бы в разных немного местах, и у них абсолютно разные названия. Кловер Пирамид и Хексагонал Пирамид. Что-то такое было там написано. Я не знаю, какое у них оригинальное название, но как бы название было разное. Ну, в чём же суть этой головоломки? Здесь аналогично предыдущему Кловер Пирамиду. Можно вращать вот так. Можно вращать вот так. Вот этот элемент. Видим, что картинка достаточно разная. И особо не всматриваясь, я подумал, что это сильно разные головоломки. Ну, давайте присмотримся. Вот этот элемент равносилен вот этому элементу. Который вот здесь. Вот этот элемент равносилен вот этому элементу. Этот маленький элемент равносилен вот этому элементу. И у нас получается, что здесь появились углы. То есть это тот же самый Кловер Пирамид, но у него есть углы. Ровно так же есть Морфа Ауреола От компании Лим Куб И есть скьюбикоптер От МФ-8 То есть та же самая головоломка Но с углами Еще пример Кловер Куб А вот бабочка Что по сути то же самое Но есть вот эти уголки То есть собирается так же Но плюс еще один этап Как-то вот так выходит Нет если честно Меня слегка расстроило Что это две практически одинаковые головоломки Столи бы они дешево Было бы то вопрос Не столько Но они стоят Больше 1000 рублей каждая Эти пирамидки Вспоминаем опять же Скьюб от Мою Которые стоит там Хоть 5 может было купить И особо не переживать То есть сначала купить Потом разбираться Вот эти пирамидки я купил По тому же принципу Сначала купил А потом разберусь Что с ними не так Ну или что с ними так Ну и в итоге Это получается Та же самая головоломка У которой есть уголок Который естественно Как на обычной пирамидке Не крутится Но он может путешествовать Путешествовать То есть мы так же делаем Поворот Потом если получится Делаем следующий Как-то вот так вот Головоломка Наверняка интересная Наверняка полезная Наверняка с ней все хорошо Но вот тот момент Что это две практически Одинаковые головоломки Немного расстраивает В связи с чем У меня совет Для тех Кто планирует Приобретать что-то подобное Если вы просто хотите Какую-то из них То проще будет Естественно вот эта Она и вращается Значительно лучше Вот если посмотреть Внутреннее строение Здесь вот такие вот Видно если на камере Такие вот решеточки Как бы А на этом такого нет Тут все Плотный пластик И вот эта пирамидка Тора с углами Вращается значительно туже Может быть она разработается Потом не знаю Также знаю Что здесь легко Вылетает элемент И угололомки Часто попают Ну Они сложные Да Сложные не только в сборке Но и в строении Если вы просто Хотите какую-то из них И попроще То как я сказал Что вот эту Если какую-то из них Но посложнее С новым принципом сборки То наверное достаточно Купить одну Вот эту То есть это та же самая Что это Но плюс углы Плюс дополнительный этап То есть Получается Если вы вот это умеете То с этой Мучиться не придется Ну на скорость Их собирать Наверное смысла Нет Они для этого Не предназначены Мало ли Вдруг Кто-то захочет А так Достаточно Забавные пирамидки Единственное Просто им надо было Сделать Названия Такие Чтобы было понятно Что это почти Одно и то же Но разница В дополнительных элементах Если есть Кловер Куб И Кловер Куб Плюс Сразу понятно Что это тот же Кубик Кловер Но у него есть еще Такие вот разрезы Которые позволяют Ему вращаться Как два на два То есть Здесь заблуждения Никакого То есть Это Кловер Куб Плюс Тот же Куб Но с разрезом Ну могли бы Назвать Кловер Пираминкс С углами Как-нибудь Ну А назвали Хексагонал Пираминкс Что вообще Не знаю к чему Есть единственная Шестиугольничка В центре Тут шестиугольник И тут шестиугольник Да могли бы И это Хексагонал назвать Ну Не знаю Ошибка это Продавца Или Производителя Но по сути Это две Очень похожие Головоломки Не очень Хорошего качества По крайней мере Скоробки Они вращаются Посредственно Ну А на этом у меня Все Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok